На минувших выходных в России свой профессиональный праздник отметили работники культуры. Без песни и книги, хорошего кинофильма, тяжело представить себе культурный досуг человека. Даже в военное время именно концерты, любимые народные мелодии, поддерживают дух бойцов. Что уж говорить о мирной жизни, душа которой сокрыта в творчестве. В субботу в городском Доме культуры поздравления в свой адрес и заслуженные награды получили те, чья профессия – родину развлекать. За кулисье – это как за зеркалье, но только интереснее и реальнее. Именно за сценой происходит настоящее волшебство, которое творят десятки людей – артистов, режиссёров, звукооператоров, осветителей. Всё это делается для одной цели – создать настоящую красоту и поделиться ею с людьми. Концерт ко дню работников культуры, как полагается, готовили сами работники культуры. Ведь они не привыкли сидеть в зале. В общем, приятно себя на сцене ощущать в свой праздник, да? Да. Да. Более того, поздравлять уже именно от первого лица, как бы, вот, получается, всех своих коллег. Всем же ж не перезвонишь, правильно, по WhatsApp не отправишь смс. А вот когда ты вот в таком вот, в своём семейном трубу творческом – это очень круто. Выходя на сцену хоть в первый, хоть в сотый раз, каждый артист испытывает волнение. Но однажды испытав этот мандраж, отказаться от него невозможно. Пошли. Пошли. Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, друзья, культуры культуры! Сегодня мы приветствуем вас и поздравляем с профессиональным праздником. Днём работника культуры России! Работникам культуры есть чем гордиться. Только за 2017 год в Славянском районе они провели более 15 тысяч мероприятий. И это не только концерты, конкурсы профессионального мастерства, познавательные мероприятия в библиотеках и музеях, кинопоказы. Все эти мероприятия, которые каждый житель муниципалитета ещё долго вспоминает, побывав на них. Это заслуга работников культуры. На сегодня я горжусь тем, что у нас 56 коллективов имеют звание образцовый и народный. Это гордость. Посмотрите, как растут тот же самородок, тот же шанс, те же ритмы планеты. Это моя гордость. Это образ жизни. Культура в моей жизни – это всё. Очень много людей, наверное, свою жизнь связали с культурой не потому, что нужно идти на работу, а потому, что это образ жизни. Культура – это душа народа. Впервые в этом году в преддверии Дня работников культуры в районе учредили новый праздник – дети и культура. Ведь в Славянском районе действует много детских школ искусств, в которых растут настоящие артисты, творческое будущее района. О том, насколько творческое развитие детей важно, не понаслышке знает Нина Аксёнова, которая 19 лет руководила детской школой искусств в Славянске-на-Кубане. Для детей это очень важно, потому что дети, развиваясь в музыкальной школе, они и лучше учатся в общеобразовательной школе. Это их очень стимулирует. Поздравить творческую элиту Славянского района в день их профессионального праздника пришёл глава Роман Синеговский. Вы выбрали свои профессии, творчество и вдохновение. За год проведено более 15 тысяч концертов. Вдуматься столько, да, мероприятий в целом более 15 тысяч. В структуре трудится более двух тысяч человек. Это, конечно, огромное количество людей, которые делают нас всех более культурными. Благополучие, говорят, начинается с культуры. Это действительно так. То есть, если мы создадим или воспитаем человека культурного, значит, мы сделали главное в своей жизни. Глава района наградил пятерых работников отрасли грамотами Министерства культуры Кубани. Эти грамоты вручаются за особый вклад в развитие, сохранение и популяризацию культуры края, а также за многолетний труд в отрасли. Кроме того, работники отрасли культуры получили грамоты и памятные подарки от главы района и начальника управления культуры. Всего в этот день на сцене наградили порядка 90 человек. Благодаря именно этим людям наш досуг становится культурным, ведь их профессия – родину развлекать. Мария Климова, Георгий Калинин, программа «События».